здравствуйте уважаемые студенты мы продолжаем курс лекции по культурологии и сегодня тема лекции язык культуры и для удобства я перейду к демонстрации и так и язык культуры на вашем слайдинг на вашем экране план по которому будет сегодняшняя лекция каждая культура создает свою языковую систему с помощью этой системы ее носители то есть мы с вами имеем возможность общаться друг с другом нужно сказать что вне языка культура становится просто невозможной потому что именно язык образует ее фундамент и ее внутренний бар представьте при помощи языка мы передаем и фиксируем символы нормам обычаи мы передаем информацию мы передаем научные знания модели поведения и помощи языка происходит социализация и она вражается в том чтобы усваивать культурные нормы или мы усваиваем социальные роли а без них жизнь человека в обществе невозможно языком культуры называют те средства знаки форму символы тексты которые позволяют вступать в коммуникативные связи культура культура предстает как смысловой мир культура определяет способ мира ощущения она определяет способ бытия и она выражается в знаках и символ так вот знак это веществленный носитель образ а символ это знак не имеющий предметного значения через который открывается смысл самого объекта например эмблемы гербы и знамена мы знаем что голубь это символ мира да к примеру так вот уже не одно столетие вот эта проблема соотношения языка и культуры занимается мы многих известных ученых но и сейчас этот вопрос остается дискуссионных между языком и реальным миром стоит человек носитель языка и культуры именно человек воспринимает и осознает мир при помощи органов чё и вот на этом восприятии он создает свое представление далее происходит осмысление в понятиях суждениях умозаключениях и вот тогда уже свой опыт можно передать то есть между реальным миром и языком стоит мышление слово отражает не сам предмет окружающего мира а то как человек видит не хочет из призма той картины мира которая существует в его сознании а ведь сознание наше перминируется культуру сознание каждого человека формируется под влиянием его индивидуального язык является не просто зеркала которая автоматически отражает отражающими язык это прежде всего призму и через эту призму человек смотрит на мир и это призма в каждой культуре своя язык мышление и культура настолько тесно взаимосвязан что они составляют единое целое они не могут функционировать и язык это не только система знак знаков которые определяют мир человека это инструмент человеческой деятельности и и в этом смысле язык выполняет несколько важных основные из них коммуникативная познавательная то есть когнитивная номинативная и обмитивная коммуникативная функция языка связана с тем что язык является средством общения людей он позволяет индивиду выражать свои мысли а другом он позволяет воспринимающего позволяет понимать то что до него доносит то есть реагировать принимать к сведению и в связи с этим менять свое поведение или свои мысленные установки коммуникативная функция осуществляется благодаря тому что сам язык является системой знаков по другому просто нельзя общаться а вот знаки в свою очередь предназначены для того чтобы передавать информацию от одного человека познавательная или мы говорим когнитивная функция языка от латинского когнитив он значит познание связано с тем что в знаках осуществляется и фиксируется сознание человека язык является инструментом сознания отражает результаты мыслительной деятельности человека любые образы и понятия нашего сознания осознаются нами самими и окружающие только тогда когда обличены в языковую форму именно поэтому мы говорим что существует неразрывная связь между мышлением и языком язык живет гораздо дольше человека и порой дольше целых народов нам известны так называемые мертвые языки которые пережили народы народы которые говорили на этих языках на этих языках никто не говорит кроме специалистов которые изучают самый известный мертвый язык латинский благодаря тому что он долго время был языком науки ранее языком культуры латинский хорошо сохранился и он очень распространен даже человек со средним образованием знает несколько латинских изречений языки разных народов различны и возникает вопрос не сказываются ли особенности того или иного языка на мышление людей которые на нем говорят то есть нельзя не предположить что люди говорящие на разных языках должны и мыслить по-разному и это предположение получило название гипотеза литеристической относительности это название по аналогии с физической теорией относительности согласно этой гипотезе язык есть не просто средство выражения и оформления мыслей он определяет ход наших мыслительных процессов и их результатов мы как бы расчленяем и классифицируем явления которые мы наблюдаем но мы делаем это в соответствии тем как требует лексика и грамматика нашего языка а поскольку от этого языка зависит процессы и результаты мышления поскольку в культурах различающихся по языку формируются разные представления они к примеру китаец не только говорит но и мыслит иначе чем англичан и наоборот различия между языками наиболее заметно проявляются в том что в каждом из них есть так называемая безэквивалентная лексика то есть слова которые не переводятся на другие языки однословно доля безэквивалентной лексики в разных языках различны почти во всех языках существительные имеют грамматический рот да к примеру мужской женский и средний но в каждых языках это делается по-своему и это обязательно накладывает отпечаток на наше представление о вещах о процессе например в немецком языке солнце женского рода во французском мужском далее семиотика это наука о знаках и знаковых систем культуры основы семиотики были заложены еще американским философом и логиком пирса и также швейцарским философом и аппаратом философом говорить о семиотике культуры значит рассматривать знаковые средства культуры и трактовать культурные феномены как составленные с помощью этих знаковых средств мы имеем ввиду тексты которые несут в себе определенную информацию знаковые средства и накапливаемые с их помощью информация это важнейшие всеобщие компоненты любой культуры и учитывая это можно рассматривать культуру как мир знаков мир знаков с помощью которых в человеческом обществе сохраняется и накапливается социальная информация и вот такой подход к пониманию культуры называется информационно семиотический в основе этой концепции лежат культурологические идеи которые выдвигали в свое время Лотман Успенский Гадамер и так далее с информационно-семиотической точки зрения культура это особая свойственная человеческому обществу над биологической формой информационного процесса и она принципиально отличается от информационных процессов которые имеют место у животных и она обладает более богатыми возможностями выражая свои мысли и представления созданных людьми знаковых системах индивид объективирует их то есть они как бы отделяются от него приобретают самостоятельные не лично они становятся социальной информацией и ее носителем является уже не один индивид общественным и вот в отличие от биологической социальной информации выраженной в знаковых системах не исчезает со смерти добывшего ее индивиду культура образует специфический человеческий внегенетический механизм ее наследие то есть она имеет социальное наследство благодаря культуре в обществе становится возможным то что невозможно в животном мире что именно это историческое накопление и умножение информации которая находится в распоряжении человека как родового существа культура это коллективный интеллект и коллективная память то есть над индивидуальный механизм хранения и придачи сообщений эффектов об этом говорил знаки и знаковые системы представляют собой детали этого механизма каждому человеку более или менее понятна семиотика его родной и гораздо хуже дело обстоит с чужими культурами чтобы научиться улавливать значения и смыслы их знаков и текстов требуется приложить много усилий все же редко кому удается достичь такого же уровня на каком находится понимание родной знакомый язык вообще язык любой культуры уникальный но во всех культурах используются одни и те же типы знаков и знаковых систем и все многообразие знаковых средств которые используются в культуре составляет ее семиотическое составе этого поля можно выделить следующие основные типы знаков и знаковых систем естественные функциональные иконические кондициональные вербальные и знаковые системы записи и попробуем разобрать немножко подробно каждую систему естественные знаки под естественными знаками понимаются вещи и явления природы чаще всего естественный язык является принадлежностью чего-то целого то есть он дает информацию об этом как правило естественные знаки это знаки природы это знаки признаки например дым как знак огня чтобы понимать естественные знаки надо знать признаками чего они являются и надо уметь извлекать содержащуюся в них информацию приметы погоды следы зверей расположение небесных светил все это знаки которые могут сказать тому кто способен их прочитать но если человек не способен это делать он скорее всего просто не воспримет их как умение понимать и использовать естественные знаки скажем для того чтобы ориентироваться в природе это существенный компонент первобытной но это умение с развитием цивилизации постепенно утрачивается построение систем естественных знаков обычно является результатом длительного развития практики и науки например знаковая система используется медицинской диагностики базируясь на большом опыте она фиксирует систематизирует разнообразные признаки симптомы далее функциональные знаки какой-либо предмет становится функциональным знаком если связь между ним и тем на что он указывает возникает в процессе человеческой деятельности и основывается на способе его употребления человека например если археолог обнаружил в кургане оружие это функциональный знак о чем он говорит он говорит о том что там захоронен воин когда мы заходим в незнакомую квартиру то мы тоже улавливаем эти функциональные знаки мы получаем некую информацию о степени скажем состоятельности хозяев об их эстетическом вкусе об их интересах например скажут нам книги на полке функциональные знаки это тоже знаки признаки но в отличие от естественных знаков связь функциональных знаков с тем на что они указывают обусловлена не их объективными свойствами и незаконными природами а теми функциями которые они выполняют деятельности людей в качестве функциональных знаков могут выступать не только предметы но и действия совершая непроизвольные бессознательные телодвижения человек как правило даже не подозревает что он подает этим знаки которые сигнализируют о его чувствах о его эмоциях о его мысле иконические знаки это совершенно иной класс знаков по сравнению с естественными и функциональными икон то есть изображения иконические знаки это знаки образ их главной чертой является сходство с тем что они обозначают когда для естественных функциональных знаков знаковая функция является как бы побочной выполняется как бы по совместительству то для иконических знаков эта функция является главной и основной они как правило искусственно создаются иконические знаки чтобы их внешний вид ображал облик обозначаемых ими вещей например когда мы рассматриваем картину пейзаж или натюрморт мы забываем что видим плоское изображение у нас часто возникает ощущение присутствия мы не замечаем что это двумерное изображение мы воспринимаем ее как трехмерное просто конвенциональные знаки то есть условные знаки это искусственно созданные знаки они имеют мало общего с тем на что они указаны и придание им определенного значения является результатом соглашения договор вообще слово конвенция обозначает договор или условие так вот конвенциональный знак обозначает определенный предмет не потому что каким-то образом связан с ним как скажем естественный или функциональный знак и не потому что похож на него как это например в эконических знак он служит обозначением предмета по условию потому что люди условили считать его знаком этого предмета конвенциональные знаки создаются специально для того чтобы выполнять знаковую функцию и ни для какой другой цели не нужны например красный крест на машине скорой помощи например звенит школьный звонок мы понимаем что это начало или закончился например зебра на пешеходный переход и так далее и далее вербальные знаковые системы вербальные знаковые системы это важнейшие из созданных людьми знаковых систем они образуют семиотически базиску в мире существует примерно 5000 естественных языков их точное число установить невозможно потому что нет однозначных критерий любой естественный язык это исторически сложившаяся знаковая система которая образует основу всей культуры никакая другая знаковая система не может сравниться с ним по своему культурному значению и далее нужно мы с вами поговорим о том что такое знаковые системы записи знаковые системы записи важнейшее из них это письмо это система записи знаков естественного языка их особенностью является то что они возникают на базе других знаковых систем разговорного языка музыки танца и они вторичны по отношению к ним изобретение знаковых систем записи это величайшее достижение человеческого и особенно большую роль в истории культуры сыграло появление и развитие письменности но нужно сказать что письменности предшествовало так называемое предметное письмо оно возникло еще в первобытном обществе использование предметов для передачи сообщений например оливковая ветвь мы знаем обозначала это знак мира однако была еще предметная запись это еще предыстория песни и первой стадии истории явилось письмо в рисунках пиктографии далее возникает идеографическое письмо то есть в процессе развития рисунки приобретали все более упрощенный схематичный характер и далее следующая стадия это создание алфавитного письма в котором используется совсем небольшой набор письменных знаков и они означают не слова а составляющие их звуки устно-речи аналогичным образом развивается и запись музыки нотное письмо сначала музыканты прибегали к идеографическим записям в которых мелодия рисовалась в виде ломаной или волнообразной линии затем они стали использовать буквы и иероглифы и специальные письменные знаки современная форма нотной записи продукт нового времени в 20 веке появились и другие формы записи музыки скажем на граммофонной пластинке макетной лете и так далее существовали попытки записи танца и это они тоже начинаются с рисунков еще в древнем Египте и позднее была разработана так называемая кроковая система записи кроки это фигурки из палочек и несколько позже вот эта кроковая система записи она была дополнена видением в кроковой рисунке нот для координации танца с музыкой и вот в 20 веке появляются уже специальные знаки которые фиксируют танцевальные положения и движения возникают так называемые кинетографии или очень популярно хореология появление и развитие письменной речи рождают принципиально новые возможности культурного процесса запись базисным знаком письма является не слово как в разговорном языке а буквы меньшие и более абстрактные буквы количество базисных знаков уменьшается и становится обозримым и поэтому становятся возможным качественно новые способы обработки и передачи информации запись вообще создает возможность увеличить словарный состав языка в племенных бесписьменных языках редко употреблявшиеся слова просто исчезали из социальной памяти и им приходили новые и словарь таких языков содержал не более 10-15 тысяч слов в современном языке языках на протяжении истории происходит накопление слов их количество достигает полумиллиона когда возникла письменность появляются языковые нормы и правила и тогда становится возможным создание нормированного литературного языка в результате обогащаются совершенствуются способы выражения мыслей в языке повышается точность и глубина передачи ее тончайших нюансов письменность вообще позволяет обществу транслировать информацию информация которая намного превосходит объем памяти отдельного человека возникает библиотеки которые выполняют функцию хранилищ знания и библиотеки делают возможным доступ к этим знаниям грядущие поколения как бы снимаются временные и пространственные границы общения становится возможной коммуникация между людьми которые жили на больших расстояниях друг от друга и в разной исторической области и возникает количество циркулирующей обществе информации бесписьменные языки могли обеспечить передачу ниж того объема знаний которых хранился в фольклоре мифах устном мэпосе пословицах этот объем был ограничен письменность открыла путь тиражированию текстов и допечатания и одним из важных направлений явилось развитие систем записи искусственных формализованных языков которые играют большую роль в современной логике математике и вообще во всех науках искусственные языки создаются на основе естественных их отличает строгая формализация правила построения языковых выражений алгоритмы с разработкой формализованных языков связано развитие электронно-вычислительной техники это языки которые становятся языками общения человека с компьютером включение компьютеров человеческую культуру и их быстрое возрастание роли во многом определяет судьбы дальнейшего культурного прогресса человечества у вас на слайде вопросы для закрепления уважаемых студентов увидимся на семинаре о двух в тысяч 8 и 6 6 7 8 8 10 7 9 Продолжение следует...